Чем ближе грядущие октябрьские выборы, тем больше различных исследований и опросов проводят специалисты. И самый последний из них касается потенциальной активности избирателей. Как показывают результаты прошлых выборов местные органы власти, реальная электоральная активность обычно несколько выше той доли респондентов, которая заявила о твердом намерении проголосовать. Из тех же, кто ответил, что скорее всего собирается принять участие в выборах, таковых 28% проголосует всего лишь часть. Таким образом, как отмечается в исследовании, в Таллине можно ожидать на избирательных участках чуть более 60% горожан, имеющих право голоса. Это такая обычная активность. Это и 4 года назад было немножко выше 60%. И это только прогноз. 52% говорят, что они обязательно идут на выборы. Еще 28% что вероятно идут. Но моя практика показывает, что все те, которые вероятно идут, туда не попадут. Где-то одна треть из них может быть. Так что я поэтому калькулировал, что где-то немножко выше 60% может быть. Пока избирательная активность ниже всего в возрастной группе до 34 лет. Там заявляют о твердом намерении проголосовать 40%. В возрастной группе от 35 до 44 лет точно собираются принять участие в выборах 50% респондентов. А в группе старше 45 лет таковых более 60%. Правда, перед тем, как отправиться 15 октября на выборы, не лишним будет обратить внимание и на вероятность изменения избирательного участка по месту прописки. В последнее время некоторые улицы были переименованы. Некоторые участки больше не существуют. И чтобы все-таки поддержать своего кандидата, лучше все еще раз проверить, уточнив, где именно вы можете отдать свой голос. Кроме того, во время предварительного голосования в столице можно отправиться и в ближайший торговый центр. То есть те люди, которые будут получать избирательные карточки, пожалуйста, внимательно прочитайте, где теперь будет находиться ваш избирательный участок. Помимо голосования по месту жительства 15 октября, которое намечено, можно также проголосовать предварительно. Например, с 5 по 11 октября можно проголосовать в таких торговых центрах, как Максима Смули, Максима Линнамяя 3 Икса и Лоснамяя Центром. В этих трех крупных торговых центрах можно проголосовать абсолютно вне зависимости от того места, где вы живете. И даже опытных социологов удивило то, что не имеющие гражданства Эстонии респонденты до сих пор не знают, что имеют право голосовать на местных выборах. Таковых 8%. Поэтому авторы исследования также обращают внимание на тот факт, что в местных выборах принять участие могут...